Савик, ну вот по поводу мира и его действий, как раз на днях была проголосована Европарламентом резолюция, которая называет Россию государством-спонсором терроризма. Ну, не террористом, а спонсором терроризма, да? И скажите, а какие последствия это будет для России иметь? Что это реально значит? То есть звучит, ну, приятно на ухо, да? Ну, а что после этого России? Как ей плохо от этого будет? Вы знаете, я вам отвечу как европейский избиратель. Я бы задал вопрос моему европейскому парламенту, который я тоже избирал. Я бы их спросил, а что значит слово спонсор? Вы мне, пожалуйста, объясните, потому что, насколько я знаю, к концу этого года от Европы Россия получит где-то примерно 250 миллиардов долларов. Так, а вы тогда тоже спонсор терроризма? Если вы России эти деньги даете? Как это понять? То есть Россия, ну, тогда назовите Россию государством-террористом. Ну, а спонсором терроризма будете вы, потому что вы продолжаете Россию платить. Это такая, понимаете, это немножко показушная мера. Это первое. Второе. Если Россия спонсор терроризма, то почему не спонсор терроризма Белоруссия, скажите, пожалуйста? Да, вот почему Белоруссия не стоит рядом с Россией? С территории Белоруссии стреляют, с территории Белоруссии взлетают, на территории Белоруссии ремонтируют, да, вот все, что убивает. А почему Белоруссия не спонсор терроризма в таком случае? Я думаю, что это такая немножко, как обычно бывает у нас на Западе, это такая показушная мера, вот показушная и все. Юридических последствий иметь это не будет. Но, как я говорю, важнее всего это 5 декабря. 5 декабря, когда должен остановиться импорт российской нефти в Европу. Вот тут мы посмотрим, как это получится, получится ли и будет ли это по-настоящему сделано. Это гораздо более важно, чем любые вот такие декларативные решения. А потом, то есть Европа, я понимаю, это понимает каждый человек. Европа очень сильно страдает. Европа прошла через две зимы ковида. Европа сейчас проходит вот через этот период холода и отчасти голода. И предсказание, что в Европе погибнет огромное количество людей этой зимой, в этом есть правда, потому что многие страны не готовы к таким вот условиям выживания. И в Европе немалое количество бездомных людей, то есть немалое количество беженцев со всех уголков мира. И поэтому это будет трудно. Но в сравнении с Украиной, конечно, это совсем другие трудности. Но опять возвращаясь к вашему вопросу по поводу признания России спонсором терроризма, я считаю, что это достаточно декларативная вещь. Но если за этим последовали бы какие-то практические шаги. Вот, к примеру, я тут недавно слушал интервью генерала Кривоноса, и он говорит, что в военных кругах они расшифровывают НАТО no action talk only. То есть бездействие, только разговоры. А вот в этом проблема, в этом проблема, то есть в ЭСИ вы признаете государство террористам. Хорошо, уберем слово спонсор. А вот как было в 2001 году, в конце концов, после терактов в Соединенных Штатах Америки. Ведь все же, если я даже посмотрю, Совет Безопасности дал авторизацию Соединенным Штатам Америки совершить вторжение в Афганистан и убрать режим Калибана. То, что потом было, как это произошло, это вопрос другой. То, что когда, что люди не подумали о том, что ладно, мы скинем Талибан, а кого мы потом поставим и как это будет держаться, и вообще, что это такое за общество Афганистан, я еще это выношу со скобки. Но было принято абсолютно конкретное решение. Тогда давайте действовать по этому принципу. Я понимаю, что Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций, в которые ходят Россия и Китай, и в данной ситуации это то, что мы имеем, май ему, тэшо май ему, как говорил покойный Леонид Кравчук всегда, то и через Совет Безопасности мы все равно это решение не достигнем, это ясно, то мы должны это делать через то, что у нас есть, то есть через НАТО. Значит, если эта страна спонсор терроризма, то есть эта страна террорист, если это переводить на реальный язык, а не на вот эту вот политическую фигню, значит, то тогда никто вас не просит вторгаться в Россию. Никто вас не просит начинать войну с Россией. Войну может начать только Россия. Вы войну начинать не будете. Единственное, что вам надо сделать, это прекратить все эти бесчинства, которые творят российские войска и вообще российские люди на территории Украины. А это значит закрыть не только небо, но закрыть территорию. То есть оббросить их или поставить ультиматум, и если они этого не сделают, тогда отбросить. Вы уходите до границы 91-го года, вы демилитаризуете всю эту зону, вы обязуетесь не обстреливать территорию Украины, потому что на каждый ваш выстрел будет ответ. Вы больше не уничтожаете украинскую инфраструктуру, главное, не уничтожаете украинских людей. И тогда мы можем о чем-то разговаривать, вот о чем-то, о чем-то, хотя бы о чем-то. Дальше то, что вы живете при таком режиме, и вам этот режим нравится, где вы все холопы, ну, что нам делать? Живите холопами у себя в стране, живите как хотите, в своих грязи, в своих уборных, которые в 200 метрах от ваших домов, живите как хотите, но не трогайте других, не трогайте, вы не имеете права, вы за это будете всегда платить любого соседа, которого вы тронете. Ну, это было бы что-то тогда уже конкретное, если бы это признание Европарламента за собой, потом потянуло, какое-то решение НАТО в этом направлении, и реально, в конце концов, ультиматум России, но не ультиматум, что мы пойдем захватывать Москву, не будем мы захватывать Москву, мы хотим, чтобы вы ушли и перестали бесчинствовать и совершать все эти преступления против мирных людей на территории Украины. Все, точка. Украина – суверенное государство, которое будет существовать, она есть частью Европы, она есть частью европейского континента, и вы должны отсюда уйти. Ну, тогда я понимаю, что, да, вот маленькими шагами делается большое дело. Но пока, вот если взять это абсолютно как такое обособленное решение Европейского парламента, я пока это вижу чисто вот такое, ну, декларативное, символическое действие. Ну, посмотрим, что скажет Еврокомиссия, посмотрим, что скажет руководство Северного Альянса, посмотрим, в конце концов, что скажет Конгресс Соединенных Штатов, посмотрим, что скажет Белый Дом. Посмотрим. Это будет иметь какие-то последствия, пойдем мы по нарастающей, да. Но мы должны понимать, то есть мы все, мы все, и украинцы это понимают прекрасно, мы все, которые живем на Западе, мы должны понимать, что чем дольше длится эта война, тем страшнее будет для нас всех. Ну, это понимание рано или поздно придет, я в этом уверен, главное, чтобы не поздно. Главное, чтобы не поздно. Но, Леся, ну поймите, каждая война, это же так, это же наша история. Я тут это, вот я процитирую, вы знаете, я процитирую слова деятеля, который не обязательно всеми уважаем, но это серьезный человек. Это президент ФИФА, Джанни Инфантино, который в преддверии чемпионата мира, когда там предвидировали Катар, права человека и так далее и тому подобное. И он сказал такую вещь, он сказал, мы европейцы за 3000 лет натворили столько, что нам надо сейчас 3000 лет извиняться. То есть мы понимаем, что Европа сложный континент, мы понимаем, что у нас войны постоянные, мы понимаем, что у нас вот все время есть эта проблема предательства, каких-то секретных договоренностей, каких-то подковерных всяких интриг. Да, мы же вот это, это же суть Европы, но не только Европа. В общем, Восток немало от нас отстает. Но пришла пора, вот пришла пора реально сказать, что мы должны защищать по меньшей мере то, чего мы достигли. Хотя бы мы достигли, вот через две войны мы прошли чудовищные, где мы потеряли миллионы и миллионы и миллионы людей. Мы дошли до того, что мы стали говорить о правах человека и уважать права человека. То давайте сделаем следующий шаг. Давайте сделаем так, чтобы в Европе не было вот такого рода войн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!